Всем привет! Я немножко хочу поделиться своей радостью с вами. Я кое-что себе приобрела и мне очень понравилось. Я не пожалела об этом. Но вы увидите в ролике. И еще хочу немножко сказать. Я выкладывала на домашние вкусняшки рецепт вот этих сельдь в шубке в тарталетках. Катюша, ты спросила, как бы это. Но я специально еще провела эксперимент, что вдруг они размокнут, растают. Нет. Вот это песочное тесто, я не знаю, но специально там написано для салатов. Значит оно не размятнет и не растает. Это не вапельные стаканчики. Во-первых, вниз ложишь картошку. Картошка же не настолько же она эта, сочная. Ты ее первым слоем ложишь. Я не знаю, я специально еще, у меня оставались вот тарталетки здесь. И я провела специальный эксперимент. Выдержала почти 12 часов. Они у меня стояли в холодильнике. Ничего с ними не случилось. Как были, так они и остались. Там написано на тарталетках специально для салатов. Я не знаю. Поэтому, что пугаться, бояться, надо попробовать. Конечно, если б вапельные, я естественно бы не стала делать в вапельных тарталетках в этих корзиночках. А это вот такое тесто, видимо, специально сделано. Когда покупаете, смотрите, обращайте внимание на то, чтобы оно было для салатов. Ну вот, вроде бы это и все. У меня, конечно, еще много чего есть. Но я хочу просто вот так вот, чтобы не боялись, не пугались. Я теперь себе вот нашла место здесь, где... Конечно, неудобно здесь, знаете, что, девчонки, готовить на этом. Придется стол опять как-то двигать, передвигать, чтобы что-то наем сготовить. Не могу я здесь на этом месте. Я привыкла там. Ну, ничего, может быть, как-то поставлю, приспособлюсь, не знаю. Снимать, потому что окошко, свет падает вот как-то, если я здесь встану, то будет заслонять мне спину. Вот. Я вчера попробовала, кое-что сделала со своей любимой вещью. То, что я мечтала, знаете, давным-давно купить. Мечтала эту вещь, уже несколько лет. Ну, все-таки я приобрела. Так что посмотрите. Я очень довольная. Вот. Вроде все, что ли. Хотя я потом еще с вами поговорю. Будет еще у меня один ролик выйдет перед новым... Ну, к Новому году, как говорится. Сейчас же у нас такие... Ну, я расскажу свою историю маленькую такую с детства. Я уже рассказывала, ну, может быть, кто-то и не посмотрел, может, кто-то забыл. Я потом, в общем, такой будет болтологический ролик. Можете посмотреть потом и это. Попробовать использовать это в своей жизни. А сейчас смотрите. Купила. Сейчас ходила в магазин, гуляла, купила. Сковородку себе блинную. Вот такую. Вот 22 сантиметра диаметр. Давно собиралась купить. Но все никак. Почему-то, не знаю, тут денег жалко, то еще что-нибудь. Всегда причин какая-нибудь находилась. Все ничего-то так... Смотрю, они со скидкой. Вот. Ну, решилась взять. Большую не стала. Почему-то, ну, думаю, большая. Зачем она мне? Не люблю я слишком большие. А это нормально, считаю. Фирма я не знаю, как. В общем, такой вот. Трехслойный защита. В общем, с антипригарным покрытием. Все. Попробую сейчас блины на ней испечь. Она так стоила тысячу... Тысячу девяносто... Ну, тысячу сто. Короче, девяносто девять рублей там. Я за нее отдала восемьсот... С копейкой. Конечно, дорого. Все равно для меня дорого. Ну, у меня нету блинной сковородки. Она у меня была, но испортилась. И уже несколько лет у меня ее нету. Поэтому я решила. Сейчас беру три яйца. Все перемешаю, переболтаю. Добавила сюда щепоточку соли и немножко молока. Я нашла в интернете рецепт на листников. Вот хочу попробовать, испытать, получится у меня или нет. Сейчас вот сюда муки насыплю. Забыла, сахар надо же положить там. Я немножко, вот, две чайные ложки положу. Много не надо, не люблю слишком сладкие. Они потом горят, блины. Вот. Еще чуть-чуть водички сейчас сюда. И теперь можно будет в муку добавлять. Хочу попробовать. Муку просеиваю. Вот что-то не знаю, не помню, соду надо или не надо. Или разрыхлитель. Немножко муки. Жиденькое тесто должно получиться. В общем, не знаю. Ну, а как обычные блины, наверное, только тесто пожежит. Наверное, на дому этой соды, да? Так классно печет сковородка. Вообще прелесть просто. Такие они тоненькие получаются. Мягенькие, тоненькие. Такие прям вообще. Прелесть. Я не жалею, что я купила ее. А то иногда жалеешь денег, а потом мучаешься. Все, набегла я. Такие тоненькие, такие вообще классные. Мне так понравилось вообще. Посмотрите, все. Видите. А то у меня не было этой сковородки. И я не знала, как мне правильно испечь. Сейчас хочу я немножко, как будто много, наверное, нафаршировать их. Намазать, вернее, вот так вот. Кто-то блинчики, кто-то налестники. Но, может быть, налестники они тоньше. Действительно, вот такие вот. Рецепт почти такой уж, как и на блину. Только ложишь сюда больше яиц. Я хочу сделать с ними вот так. И в трубочку сворачивать. Знаете, как вкусно. Просто вообще прелесть. Вот так вот. Я уже штук пять, наверное, съела. Я не могла оторваться от них. Но я еще, может быть, и голодная. Потому что я прям вот захотела этих блинов. Я не знаю. Из-за этого пошла в магазин. Думаю, куплю молока. Туда-сюда. И буду печь. Прям вот не в моготу было мне. Еще и заодно и в сковородочку. Ой, я прям счастлива. Все, вот так маленькие такие сделаю. Можно побольше начинки. Но кто как любит. А я, мне вот так понравилось. Не знаю. Потом попробую я еще с картошкой так сделать. В общем, у меня теперь сковородка есть. И я могу печь все, что захочу. И с чем хочу. Хоть с грибами. Хоть с мясом. Хоть вот так вот сделаю их. С творожком. В общем, все. Буду балдеть теперь. А то всегда мучилась на этой сковородке на одной. Вечно она там все липнет. То и то не так. То и там не так. Как-то все было не то. Вот заворачиваю. Смотрите, у меня вот получилось 10 штук. Ну, штук 5, наверное, я съела. Вот. Я немножко месила, чтобы попробовать, как получится. А то, думаю, вдруг не получится. И все. Очень вкусное. Вообще обалденно получается все. Другой раз, может быть, я как-нибудь соберусь. Рецепт весь сделаю и покажу. Вот. Ну, пока это просто пробное. Так что мне прям... Ой. Очень-очень-очень. Я довольна. Я как... Прям не знаю кто. Все. Можно разогреть. Можно и так вот подать со сметанкой будет. В общем, вот так вот.